приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала основное отличие красной зоны от черной в том что в первый порядок поддерживают сотрудничающие с тюремной администрации языки во второй порядок держат блатные и воры которые решают все конфликтные ситуации с помощью неформальных тюремных правил понятий заключенные в красных тюрьмах поделены на так называемые секции придуманные администрации каждой такой секции руководством исправительного учреждения представлены так называемые активисты зэки помощники администрации имеющие особый статус надзирающие над остальными заключенными в случае чего докладывающие нарушение распорядка администрации которых сами заключенные между собой называют козлами красноповязочниками или более нейтрально просто красными остальные заключенные активистов презирают и ненавидят сотрудники администрации их также презирают но используют своих целях чтобы держать под контролем массы спецконтингента к тому же активисты соглашаются выполнять такие поручения которые нормальный арестант никогда не сделает совсем наглеет всякие завхозы председатели секции дисциплины и порядка и прочая шерсть в зонах где начальство насаждает красное движение воровской ход там под запретом вообще там под запретом само сносное существование менты лично за порядком не следят а только направляют и поддерживают своих приспешников те навязываю дисциплину доводя ее до маразма простые заключенные с подъема до отбоя буквально не могут спокойно дышать есть целые регионы где тысячи осужденных деградирует под гнетом идиотских инструкций от себя тены навязанной людьми в погонах за отказ от вступления в секцию заключенный как правило карается избиением или другими санкциями в зависимости от количества отказов и настроения сотрудников в син веселая жизнь на красной зоне начинается прямо с карантина попав карантинное отделение исправительной колонии по приезде в зону практически сто процентов но в прибывших осужденных находятся там в течение двух недель на протяжении этого времени они должны проходить медицинское обследование на красной зоне с первых минут попадания в карантин зэка начинают лупить независимо от того блатной он или мужик козлы прессингуют заключенного в течение всех 14 дней нахождения в карантине в красных зонах в карантине работают особо жестокие активисты ведь именно в карантине начинается первоначальная ломка вновь прибывших отбирается все вплоть до предметов гигиены начинается настоящий кошмар для тех кто живет по воровским понятиям все иллюзии о том что системе можно противостоять в одиночку большинство из тех кто попадает в такие лагеря пропадают еще в карантине в некоторых лагерях зэку сразу ставят условия пока не напишешь заявление о приеме в секцию в черных лагерях это западло и не вымоешь пол в туалете в отряд не подымешься но надо еще выучить колонистскую песню правила поведения научиться маршировать громко хором и по одному приветствовать сотрудников в карантине козлы присматриваются к вновь прибывшим и прикидывают что с них можно взять беседуя с заключенным козлы добывают информацию о его финансовом благополучии они смотрят на его реакцию на предложенные ими послабление за которые зэк должен заплатить дают сотовый телефон позвонить домой говоря при этом что за звонок его родственники должны положить определенную сумму денег на телефон или банковскую карту естественно в условиях когда вас бьют и унижают 24 часа в сутки звонок домой бесценен и вы платите с этого момента вы будете платить весь срок вас начнут доить после карантина еще веселее жизнь по распорядку подъем выход на зарядку в любую погоду после идеальная заправка коек уборка столовую строим под запевание песен порой оскорбительного характера там команда садись на прием пищи отпущено очень мало времени но даже если не доел по команде встать надо быстро и синхронно метнуться в строй за любое нарушение штрафной изолятор строгие условия содержания помещения камерного типа карцер лишения здоровья побои беспредел уиновского спецназа сидеть на кровати запрещено выйти покурить или в туалет можно только с разрешения дневального а он может долго не разрешать задержитесь там более пяти минут посчитают ушедшим в побег перекуры не в том месте или просто сам факт перекуры без разрешения не нормативная лексика в строю не посещение столовой эти и другие так называемые косяки жестко караются администрации благодаря занимающимся стукачеством козлам на красной зоне нигде нельзя расслабиться не понравишься активисту или не дашь ему щедрый подгон с передачи он напишет на тебя рапорт кретинские по содержанию но вполне достаточный для начальства чтобы сгноить тебя в карцере самый идиотский при этом самый распространенный рапорт привожу дословно смотрел сторону за предки думал о побеге несмотря на всю абсурдность после такого доноса могут признать склонным к побегу повесят красную полосу выйди из штрафного изолятора будете бегать на вахту отмечаться у дежурного каждые два часа спать положат у самой двери на сквозняке или вот еще более нелепый рапорт написанный на заключенного спросившего в столовой почему суп такой жидкий дословно гнал жути повару пытался завладеть гущей или вот еще более нелепый случай активист увидел что один заключенный угостил другого сигаретой и умудрился написать сразу два рапорта на угостившего дословно пытался заработать дешевый авторитет делал подгоны на угостившегося дословно занимался поборами даже когда получив разрешение зэк заваривает чай активист рядом он оценивает крепость напитка если по его мнению чай слегка крепковат пишется дано следующего содержания пил чефир поддерживал воровские традиции находясь в одном бараке невозможно пообщаться со знакомыми из соседней спальной секции передвигаться надо тоже по правилам нельзя подойти к двери наискосок только под прямым углом держась правой стороны за этим тоже внимательно следят отбой проводится так без пяти 10 все стоят в трусах у расправленных коек ровно в 22 00 звонок за секунду нужно оказаться под одеялом нельзя разговаривать и вообще много чего в этой зоне нельзя везде глаза и уши администрации подлые активисты от них зависит освободитесь ли вы досрочно оставив несколько лет срока будут ли вас прессовать и бить сотрудники выйдете ли вы здоровым красной колонии от них зависит буквально все любой зэк побывавший в красном лагере про пытки унижения избиения и вымогательства знает не понаслышке и может сказать с полной уверенностью таких колониях царит беспредел со стороны сотрудников администрации их пособников в лице активистов если в черных зонах недопустимые оскорбления личности либо родных и близких не приветствуются мордобой и насилия за подобное спрос по всей строгости после чего мало кому захочется переступать людские устои то в красной зоне негодяю есть где развернуться став активистом у какого-нибудь садиста удовлетворяющего свои больные потребности в насилии или последнего негодяя не останавливающегося ради денег ни перед чем полностью развязываются руки логично что именно такие люди и рвутся в актив в первую очередь под лозунгом борьбы с чернотой первые лупят и пытают всех подряд ради удовольствия вторые делают то же самое с целью вымогательства администрация все это прекрасно понимает но такое положение дел ее более чем устраивает так как своих целей они достигают их совершенно не волнует каким именно путем эти цели достигаются как бы в свое оправдание администрация таких лагерей часто говорит будут бояться больше не сядут будут послушными однако те кто прошел через весь этот ад зачастую действительно становятся другими но не в лучшую сторону у многих зэков в процессе такой отсидки ломается мораль пропадают человеческие ценности сострадание и сочувствие умирают только единицы пройдя кошмары таких лагерей становится сильнее не теряя человеческий облик особое отношение на красных зонах к труду самые страшные баталии в красных лагерях происходят именно вокруг этого вопроса блатным работать в лагере нельзя профессиональному преступнику только в страшном сне может присниться что он возьмет в руки кайло это сразу же обнулить все чем он жил до этого момента назад в блатные дороги уже не будет бригадиры ради своего уду избивают зэков отказников смертным боем чтобы они вышли в промзону во многих красных лагерях работают цеха по изготовлению той или иной продукции оплата мизерная но почти бесплатный труд это единственный вариант избежать пыток и издевательств зачастую в таких лагерях нарушается не только трудовой кодекс но и вообще все права и без того бесправного заключенного зэков заставляют работать по 12 14 а в особо отмороженных колониях и по 18 часов оставляя арестанту только шесть часов на сон казалось бы в таких условиях можно физически сломаться в первый же месяц однако тех кто сломался приводят рабочее состояние очередной порции избиений после чего они через силу снова идут вкалывать просто болезнь в таких лагерях причиной освобождения от труда не является больным считается только тот зэк который уже никак не реагирует на избиения с угрозами и лежит без движения как мешок таком случае медпомощь ему окажут но не из жалости а потому что смерть заключенного в колонии это чп естественно при таких раскладах 40 лет заключенные таких колоний выглядят на все 60 это настоящее современное рабство на воле мало кто понимает что между идейными уголовниками живущими по воровским законами администрации идет настоящая гражданская война однако в таких лагерях как описанный выше бороться зачастую бесполезно поэтому многие блатные попав такой лагерь режут себе руки пока их не переведут в другую колонию чтобы не получить гору проблем с трупом оставаться блатным красной колонии крайне сложно требуется сила духа и выдержка на красной зоне блатных всеми средствами заставляют писать расписки я буду сотрудничать с администрацией в настоящее время повсеместно ведется запись пыток и признаний активисты и администрация предупреждают что в случае неповиновения все видеоматериалы покажут по внутреннему т.в. что-то противопоставить порядком в таких исправительных учреждениях не могут даже воры в законе красной зоне их авторитет ничего не значит у попавшего на такую зону авторитета есть два пути или подчиниться установленному распорядку или упереться и попытаться бороться с системой специально к таким упорствующим администрация красной зоны применяет так называемую ломку где-то она проводится более мягко где-то более жестко ломка это серия мероприятий направленных на то чтобы сломить волю блатного подавить его гордость и сделать из него ничем не выделяющегося из общей массы заключенного как правило администрация исправительного учреждения заранее знает что отбывать наказание к ним едет отрицала а посему план мероприятий просчитывается заранее в самом простом случае отрицалу просто бьют и не выпускают из карцера заставляя выйти на хоз работы однако есть и другие способы ломки например авторитету предлагают вступить в одну из секций неважно какую главное чтобы он подписал заявку подписать заявку заставляют всяческими обманными путями по неформальным тюремным правилам с этого момента заключенный становится красным и не суть важно если в реальности никаких соответствующих действий он дальнейшем не осуществляет имеет значение сам факт подписания есть и более оригинальный способ медицинский представители медсанчасти заявляют подлежащему ломки что у него обнаружено заболевание например рак тут же добавляют что если не начать лечение прямо сейчас то дни больного сочтены в обмен на лечение от авторитета просят отказаться от воровской идеи в реальности же никакого заболевания нет таким образом администрация всего лишь берет гордого авторитета на понт кого-то из блатных ломают быстрее кого-то дольше так например известный в 90-х годах вор в законе мегона джалагония был приговорен в девяносто шестом году к одному году заключения за то что попался с дозой героина отбывать наказание отправился волгоградскую область где попал в одну из красных тюрем объявившись на зоне джалагония попытался подавить зэков своим авторитетом но ничего не вышло спустя несколько месяцев от былой гордости не осталось и следа он написал заявление начальнику колонии где сообщил о том что встает на путь исправления и отказывается от воровской короны свои слова теперь уже бывший законник подкреплял действиями дежурил убирал территорию а с руководством колонии всегда был вежлив и почтителен впрочем некоторые блатные понимая что и ждет в красной зоне добровольно соглашаются на сотрудничество с администрацией надевают красную повязку поэтому многие из тех кто не понаслышке знаком с тюремными реалиями скептически воспринимают правдивость рассказов о несгибаемых авторитетах якобы продолжающих идти против системы несмотря ни на что в заключении каждый зэк сам решает какую линию поведения выбрать тот же выбор стоит и перед элитариями тюремного мира попадающими на красную зону вариантов здесь только два сопротивление а значит бесконечное мытарство и риск больше никогда не вдохнуть воздух свободы или более-менее сносное существование под крылом администрации с перспективы условно-досрочного освобождения но безвозвратная потеря своего авторитета в уголовном мире это был канал все тюрьме ставьте лайк подписывайтесь на канал удачи вам спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!